В эфире служба новостей Саров-24 студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Великая победа наследия и наследники. В Саровском фестихе прошла научно-практическая конференция «Православное лето». Обеспечить бесперебойную работу организации. 20 сентября профессиональный праздник отмечают секретари. Тысяча миниатюр, новые экспонаты и планы на будущее. Год назад Саров открылся музей оловянного солдатика. Далее расскажем обо всем подробно. В России отмечается рост числа поддельных денежных купюр номиналом 2000 рублей. Новые банкноты были введены в обращение в 2017 году и уже через год появились первые подделки. Однако чаще всего в оборот выпускают фальшивые банкноты достоинством 5000 рублей. Как распознать фальшивку, даже не имея специального оборудования, расскажем далее. Не всегда фальшивую купюру легко распознать. Зачастую ошибку допускают даже опытные кассиры, сдавая инкассатору вместе с наличными деньгами поддельные банкноты. Уже в банках деньги проверяют на специальном оборудовании и при возникновении сомнений отправляют на исследование в полицию. То есть мы исследуем не химический состав бумаги, как химики это сделаются, мы исследуем это визуально, при помощи микроскопа, лупы, при помощи ультрафиолетов или инфракрасных лучей в специальных приборах. Исследуем чисто внешние признаки в соответствии с легальными натуральными купюрами. Чаще всего к экспертам поступают пятитысячные купюры. Реже встречаются поддельные двухтысячные, очень редко приходят мелкие купюры. Исследуя образец, прежде всего специалисты обращают внимание на защитную нить. В настоящих денежных билетах предприятие «Гоззнак» ее невозможно извлечь. В поделках сделать это можно при помощи обычной иголки. Есть ряд других признаков, на которые нужно обратить внимание. Человек, который берет купюру, он просто посмотрит. Должно быть два номера обязательно, они одинаковые. Чтобы не попадались купюры, которые номер не соответствуют. Они разные. Слева, справа разные номера. Надо смотреть, чтобы все ликвизиты были на месте. Водяные знаки мы смотрим на просвет. Также можно влажным пальцем потереть номер или перегнуть в этом месте купюры и провести ногтем. Если заметите осыпание красителя в этом месте, перед вами фальшивка. В натуральных купюрах размывания и осыпания не будет. И никакое сгибание им не повредит. При подозрении на то, что перед вами фальшивка, обращайтесь в полицию. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Великая победа наследия и наследники. В Саровском физико-техническом институте прошла научно-практическая конференция «Православное лето». Участники ежегодного семинара обсудили актуальные вопросы духовного и патриотического воспитания современного поколения. И поделились своим опытом работы в этом направлении. Подробнее о конференции расскажем в следующем репортаже. Саров в 15-й раз принимает у себя гостей конференции «Православное лето». Главной темой докладов в этом году стало 75-летие Великой Победы. Участники говорили о вкладе наших предков в защиту Отечества и тех, кто должен беречь это наследие. Эти события очень печально сказались на истории каждой, практически каждой семьи в России. И если ребята хотят строить дальше в этой стране свое будущее, чтобы им было самим не стыдно за себя, им можно было передать дальше своим детям, внукам это все, то я думаю, что им интересно и надо знать наше прошлое. Среди слушателей 15-х чтений – представители епархии, педагоги, сотрудники градообразующего предприятия, муниципальных учреждений, предприниматели и, конечно, студенты. Анна Тержнова внимательно слушала выступающих, а особо интересные факты даже конспектировала. Больше всего ей запомнился доклад о творческом историзме. Для меня было ново узнать вообще, что это за термин, что это обозначает и кто его вел. А его вел, оказывается, Бердяев. Юбилейные чтения посетили более 50 студентов. В ноябре многим из них предстоит выступать на студенческой конференции, которая также будет посвящена Великой Победе. И православное лето стало для них своеобразной площадкой для подготовки. С 1 октября в Сарове стартует общероссийская антинаркотическая акция «Призывник». До 15 декабря в общеобразовательных учреждениях с учениками и студентами будут проводить социально-психологическое тестирование, лекции и беседы. Цель акции – профилактика незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В пятницу, 27 сентября, в Нижегородской области пройдет прямая телефонная линия «Ориентир». Специалисты центров занятости проконсультируют граждан о тех услугах по профессиональной ориентации, которые могут получить учащиеся старших классов, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Прямая телефонная линия будет работать с 10 до 12 часов. В Сарове звонки будут принимать по номеру 7-92-20. В университете третьего возраста начинается новый учебный год. Занятия будут проходить с октября на базе Центра социального обслуживания населения по адресу улица Шверника, дом 11. В университете пройдут просветительские и учебные курсы, творческие и мастерские. Занятия по таким программам, как здоровое долголетие, сценическое и декоративно-прикладное творчество. Правовые знания, психологическая мозаика. Основная цель проекта – помочь пожилым людям по-новому взглянуть на жизнь после выхода на пенсию. Саровчанин подтвердил чемпионский титул. На днях в Хабаровске подвели итоги первенства страны по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойной мини-трампе. Воспитанник Саровской школы акробатики Михаил Заломин в очередной раз не оставил соперникам шансов, поднявшись на первые ступени педестала почета. Еще один саровчанин Александр Одинцов занял третье место. В ноябре этого года Михаил Александр отправится в Японию, где будут защищать честь страны уже на чемпионате мира. Ежегодно в третью пятницу сентября в России отмечается День секретаря. В нашей стране сегодня работает около одного миллиона представителей этой профессии. Секретарь – это доверенное лицо руководителя и человек, который обеспечивает бесперебойную работу всех сотрудников офиса. Городская дума, приемная Тихонова. Свыше трех лет Юлия Молокова работает секретарем главы города Александра Тихонова. На ее плечах держится эффективная и бесперебойная работа организации. Секретарь – это теперь не просто девушка, которая подает чай или кофе. Ежедневно к Юлии поступает огромное количество документов и сообщений. И она помогает разобраться с ними не только своему непосредственному руководителю, но и его заместителям и другим специалистам городской думы. Вы знаете, я очень рада, что мы постепенно отходим от стандартов 90-х годов, от понятия секретарша. И в наше время персональный помощник уже перешел из разряда обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников. Секретарь должен обладать определенными качествами, иметь широкий кругозор, быть стрессоустойчивым и коммуникабельным. Это мастер находить компромиссы, сильный, эмоционально гибкий и уравновешенный человек, способный вовремя разрядить обстановку. Секретарю постоянно приходится иметь дело с посетителями, и важно уметь найти к ним подход. Обращаются люди разные, и в основном обращаются, конечно, когда у людей что-то плохо. Соответственно, настрой изначально у человека негативный. И моя цель в том числе – помочь ему успокоиться и понять, действительно ли к нам он обращается, и можем ли мы ему помочь. Я, по крайней мере, вижу это вот так. И пока я не устала от людей, мы ждем людей каждый день. Приходите, поможем сориентироваться, подскажем, если это в наших силах. Хорошему секретарю необходимо постоянное самообразование. В офисной работе нужно регулярно повышать квалификацию и осваивать новые навыки. Для этого сегодня существует множество дистанционных курсов и деловой литературы. Юля до сих пор посещает различные семинары, где узнает о нововведениях административного управления. А вот это логичное продолжение. Я считаю, что, наверное, у меня есть все необходимые навыки, все посылы для того, чтобы стать экспертом в этой административной области. И, возможно, дальше придет пора, когда я смогу дальше уже передавать свой опыт. Мне это было бы тоже интересно. Как говорит Юля, руководство поддерживает ее во всех начинаниях, и ей повезло работать рядом с умными и талантливыми людьми. Драгуны, уланы, мушкетеры, бойцы Красной Армии и много других миниатюрных воинов различных стран и эпох. Музей оловянного солдатика отметил свой первый день рождения. Познакомиться с мировой историей сюда приходят и взрослые, и дети. Основу всех экспозиций составляет личная коллекция педагога Центра внешкольной работы Вячеслава Лопашова. Многие мальчишки в детстве играли в солдатики, радовались, когда получали в подарок набор маленьких фигурок военных и устраивали сражения. Педагог Центра внешкольной работы Вячеслав Лопашов пронес любовь к этим изящным миниатюрам через всю жизнь и год назад создал в Сарове музей оловянного солдатика. За год, конечно, произошло много чего интересного. Появились новые экспозиции, появилась одна большая диарома, одна маленькая диарома на 1812 год. Подготовились, появились новые витрины, в которые мы поставили новых интересных солдатиков, ну, как на военно-историческую миниатюру. Здесь представлены тысячи солдатиков разных эпох, государств и родов войск. Отметить первый день рождения музея пришли десятки саровчан. Экспозиции заинтересовали не только детей, но и взрослых. Участники молодёжного объединения военно-исторического клуба «Победитель» встречали посетителей, знакомили с экспонатами и отвечали на вопросы. Всего здесь, ещё раз повторяю, 1600 солдатиков представлены. Здесь хорошо всем известная деревня Бородино. Дмитрий Сёгин со школьных лет увлекается военной историей. Студент с РФТИ активно участвует в развитии музея, готовит экспозиции, изучает обмундирование, снаряжение каждого солдатика, чтобы поделиться знаниями с гостями. Музей будет полезен в первую очередь молодому поколению. Можно изучить историю не только по книжкам, а как это выглядело наглядно, какой масштаб, какие краски. В ноябре в музее оловянного солдатика установят новую диораму «Купна заедина». Её посвятят воинам народного ополчения под предводительством Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые штурмом взяли Китай-город и освободили Москву от польских интервентов. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Объединить как можно больше людей и дать каждому что-то своё. Одинокому общению, коллекционеру, возможность пополнить коллекцию открыток. И это задачи посткроссинга – движение по обмену открытками между незнакомыми людьми с разных концов света. В детской библиотеке имени Пушкина создали творческое объединение любителей посткроссинга. На первой встрече участников побывала наша съёмочная группа. Олеся Шаманова – посткроссер с четырёхлетним стажем. На собрании в библиотеку имени Пушкина девушка пришла рассказать юным гостям и их родителям, что такое посткроссинг, откуда он появился и что нужно сделать, чтобы стать профессионалом в этом деле. Посткроссинг полезен тем, что мы узнаём от самого носителя языка, о том, что мы узнаём о странах, от людей, которые в них проживают. Те вещи, которые мы не прочитаем в книгах, лучше спросить это у тех, кто там живёт. И он нам расскажет намного больше и глубже историю, и какие-то традиции поделится. Поначалу девушка получала открытки только в пределах нашей страны, но после поняла, что обмениваться ими можно с людьми со всего мира. Сегодня в её коллекции более двух тысяч открыток из разных уголков планеты. В каждой посткроссинге есть на самом деле свои фишечки. Кто-то любит просто подписывать открытку текстом, кто-то может украсить её наклейками, кто-то даже рисует. Я, бывает, тоже рисую на открытках, это называется «мейл-арт». Идея создать посткроссинг в Сарове у организаторов появилась во время празднования 220-летия Александра Сергеевича Пушкина. Тогда всем желающим предложили нарисовать поздравительные открытки и отправить их во все библиотеки России, которые носят имя великого классика. Это получило интересный отклик. Все, кто получил эти открытки, они просто были в восторге. И мы решили, а почему бы нам не продолжить это увлечение, потому что многих детей это просто заинтересовало. И они уже зарегистрировались на сайте посткроссинг.ком и уже отправляют открытки и получают их. На первом собрании посткроссеров ребята и их родители подписали первую открытку, где поздравили Нижегородскую библиотеку со 100-летним юбилеем, а также определили дальнейший график встреч. Более подробно о посткроссинге в Пушкинке можно узнать по телефону 917-38 либо в группе ВКонтакте. Команда «Дюз Шикар-2010» стала серебряным призером первенства Нижегородской области «Футбол без границ». В финальных матчах турнира юные спортсмены боролись за победу с сильнейшими командами региона. Судьбу заключительной встречи решила серия пенальти. Подробности в следующем репортаже. Первенство Нижегородской области по футболу среди команд призеров зон «Юг», «Восток» и «Север» проходил по кубковой системе. В этом году в нем приняли участие команды из Перевоза, Арзамаса, Княгинина и Исарова. На протяжении всего первенства наши спортсмены были лидерами турнирной таблицы. Но в финальном матче с арзамасскими футболистами «Дюз Шикар» уступил в серии пенальти. «Финальный матч проходил по счету с нашим преимуществом. Арзамасцы все время нас по счету догоняли. Мы выходили вперед. Но основное время игры закончилось 3-3. А по пенальти – это футбольная батарея. К сожалению, мальчишки уступили». Несмотря на то, что икаровцы на турнире стали вторыми, юные спортсмены не расстроились. Говорят, что серебро – это тоже хороший результат. На соревнованиях ребята пообщались с опытными тренерами и познакомились с сильнейшими командами области. «Турниры были интересные, хорошие игры были. Турниры хорошие. Игроки сильные. Хотели первое место выиграть, но не получилось. В следующем году мы выиграем команду и заберем первое место». Лучшим игроком турнира стал вратарь Никита Мелехин. Юный спортсмен, занимается футболом около трех лет. По словам Никиты, на турнире он поймал несколько сложных мячей, летевших в ворота. «Мне дали приз за финальную часть, потому что там в финале было сложно, но мы попытались выиграть, но в серии пенальций нам не повезло немного. У меня было радостно, я обрадовалась, что мне дали приз. Это было так неожиданно. Я вообще не думала, что мне дадут приз». Сегодня икаровцы готовятся к спортивному турниру «Ближе к звездам», который пройдет в Нижнем Новгороде. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова